Куда бежать Если бы этот спектакль был поцелуем, то каким? Если бы этот спектакль был зданием, то каким? Только громче, чтобы я слышал! Если бы этот спектакль был обедом, то каким? Ну, там были бы разные блюда, там была бы градация от легкого-легкого салата, такого, знаете, из всего светлого, то есть там капуста была бы какая-нибудь, кукуруза, мазик и сыр, то есть он был бы такой беленький. К чему-то очень тяжелому, где будет много теста, какой-нибудь пиццы насыщенной. То есть он прям один кусочек, и ты наелся. Но было бы, наверное, вкусно. Очень вкусно. Десерт Анна Павлова. Что это такое? Это безе, а внутри холодные кислые ягоды. Малина, вроде бы. Напитком? Шампанское. Вокал, ведро? Вокал такой, знаете, из них реже пьют шампанское, но он тоже из-за шампанского, такой широкий. И... Раньше таких шампанское пили. Если бы он был напитком? Красный с ховино. Как бы его подавали? Бутылки, которые самому нужно открыть. Нет, она была приоткрыт, нужно было просто снять пробочку, а не выковарить ее оттуда. Из горла пить? Нет. Из чего? Из бокалов. Нормальных или? Может быть, невинных, но и бокалов. Из невинных бокалов? Из невинных бокалов, да. Если бы он был с Данием. Сейчас подумаю. Оно было бы бежевое от 20-х годов, красивое, но не вычурное. Детали? Какие вы видите? Там были коричневые двери и большие деревянные, и у входа две женщины, две статуи женщин, похожих на работу Альфонса Мухи. Это было бы здание, мне почему-то ассоциируется с каким-то современным зданием, с новостройкой, какого-то бизнес-центра, но не совсем. Он был бы очень большой, но хрупкий как будто, может быть, из стекла. Издание, нет, оно не для бизнеса бы предназначалось, ничего другого, не знаю, из чего. Если бы этот спектакль был путешествием? Путешествием куда-нибудь по деревню России, потому что Евгений Онегин сам жил в деревне. Без потому что, только детали, детали, потому что это уже ваши мозги, они нам не нужны. Почему вы кричите? Нам нужны ваши ассоциации. Только не... Ну ладно, хорошо. Путешествием по русскую деревню летом, с лесом и полями. На чем, с кем, куда, в какую деревню, по какой дороге. Попишите это. На поезде, в деревню, но в загородный дом. Большой, красивый и современный. Ни с кем в одиночку. Ой, это было бы... Ну такое довольно долгое путешествие, в начале которого я бы засыпала в машине у окна, потом бы мы пересели на поезд и ехали бы долго-долго на поезд через какую-нибудь Шаттландию. Я не знаю, почему я так и вижу, но это был бы такой поезд старый. Это был какой-то... Где много людей, в этом поезде. Но ехал бы он по красивым очень местам и останавливался часто, и мы могли бы выходить на этих остановках. И мы были бы в других городах, в незнакомых странах, и могли бы там выходить и бродить, и садиться дальше на этот поезд и ехать. И во время этого граждения мы бы общались с людьми, которых видим в первый раз. Вот. Наверное, так. Если бы он был человеком? Типичный персонаж романа 19 века. Девушка 16-летняя с длинной косой, ветром, мечтающей о любви. Похожая на Наташу на стол. Если бы он был человеком. Человеком. Я не знаю, была бы это женщина или мужчина. Это был бы очень... Такой чуткий, романтичный человек. С юмором очень тонким и интересным. И этот человек бы тоже любил сухое красное вино, и путешествия, и все, что ассоциировалось. До этого было бы все едино в этом человеке. Даже та еда, этот светский салат. Если бы он был поцелуем. Я не знаю. Спектакль. Я не знаю. Песня. У меня нет идей. Я не могу вообразить. Все. И был поцелуем только кем? Французским. Как это? Ну, красный. Я не знаю. У меня ассоциация с тем, что они говорили по-французски. И периодично они были вместе на французском. Поэтому так. Пять моментов, которые запомнились. Самые яркие. Самые яркие моменты, которые мне запомнились. Это дуэль. Очень красиво ее сделали. Дуэль. Когда я не поняла для чего, но это показалось очень внушительным. Когда секунданты, наверное, сняли одежду. Блин. Как выбили пальто, об пол, яростно, громко. Это очень понравилось. Понравилось. Я очень выяснился в персонажах. Я не знаю, кто это был. А, нет. Женщина, которая говорила по-французски, преподавала танцы. И ее молодой человек, француз Лосина, который забавно вышел на поклон. Они мне очень понравились. Именно в особенном моменте поклона. Третье. Что они делали? Он выпрыгнул, взял ее на руки, покружил, унес на руках. Не на поклонах, а в спектакле. А в спектакле? Почему они запомнились? Чем? Ну, яркие они. Он выглядел забавно у этих своих белых лосинов с рыжими древыми волосами. Издалека они показались с рыжими, я не знаю, какие они были. Вот. А третье, что мне запомнилось. А кем он был и зачем они были нужны? Я не знаю, кем он был. Непонятно, да? Нет, не очень. Я не очень поняла, для чего девушка с балалайкой, которая... Или что это была балалайка, на которой она играла. Не понимаю, а кто она? Ну, она так здорово играла. Запомнилось, когда в каком-то моменте она сыграла мелодию из грёстного отца. Запомнилось. Запомнилось. В каком моменте? Когда умер Ленский. И посыпался снег, она подползла к нему. Пыталась его вначале расшевелить, а то не получилось. Она начала играть грёстного отца, а потом пришла какие-то другие грустные мелодии. Да, вот мне смерть Ленской очень понравилась. Как после неё снега было, очень много снега, всё было белое. Вначале я подумал, что это пыль. Я не подумал, что это снег. А вот, потом поняла, что это снег. Так. Очень понравился актёр, который играл Онегина взрослого, пожилого. Он мне напоминал кого-то очень сильно, я не могла понять, кого всё это время. Вот, он очень понравился мне. И ещё, как выглядел Онегин, молодой, который, он выглядел, как в фантастических тварях был Грин-де-Вальд. А, нет, я думала не о Грин-де-Вальд, а в этом, а чуваке, а то он Грин-де-Вальд превращался. Ну да, я про него и говорю. А, да, да. Да, согласен. Он просто так выглядел, и я уже думала о завтрашнем премьере фантастических тварей. Два преступления Грин-де-Вальда, на которые я пойду обязательно. Вот, на этом, пожалуй, всё. Я не могу, я устала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!